В Коминтерновском районе Воронежа полицейские обнаружили целую сеть притонов для занятия проституцией. О бесславном конце нелегального бизнеса смотрите в нашем следующем репортаже. Восемь борделей для занятия проституцией организовал 35-летний воронежец. К нему присоединилось четыре его знакомых в возрасте от 19 до 42 лет. Интимные услуги за деньги предоставляли 12 женщин. Для этого в Коминтерновском и Северном микрорайонах были арендованы квартиры. Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Воронежской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии в ходе реализации оперативных материалов пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали занятия проституцией и содержание притонов для занятий проституцией на территории города Воронежа. Что ты здесь делаешь? Все принял. Ну говори, что ты делаешь. Оказываешь интимные услуги, правильно? Да, занимаюсь проституцией. Да. Что на данный момент находится в этом ящике? Хорошо, там опять же есть. Аварии? Не стесняйся. Для услуги госпожи. Клиентов злоумышленники находили через интернет. На сайтах они разместили рекламные сообщения об оказании платных сексуальных услуг с клиентами, созванивались по мобильным телефонам. Сутенеры определяли время работы девушек, порядок посещения клиентов и способы оплаты. В ходе проведения обыска изъяты средства связи, компьютеры, планшеты, ноутбуки. Полицейские провели 17 обысков. Им удалось обнаружить и изъять 80 телефонов, компьютеры, банковские карты, записи об оказании интимных услуг. Ночных бабочек привлекли к административной ответственности. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Олеся Лесюк при содействии Пресс-службы ГУВД Поворонежской области.